По великим рахункам вынеки минулого года, это та и основа, на которой будет развиваться экономика Гомска в области селитом. Некоторые параметры еще удокладняются, а где уже можно свержать, за 11 основных показчиков выконано 7. Тут есть на чем працовать местовым органам УЛАДы, а где можно констатовать и тот факт, что некоторые проблемы только на узороне в области не вырешить. Искравый приклад экспорт послуг, амаль 80% при статорах запланованных, это пеш за все снижение объема пропомпования российской нафты про белорусский нафтопровод. Со снижением поставок российской сыровины связываются и проблемы в работе Мазевского нафтоперепроцорчего завода, что в свою очередь поуплывало на невыконание такого показчика, как валовый региональный продукт. Разом с ним сказать, что на местах робится все махчемы по культам самонелька. У принятой постанове значается недостатковая работа широкого района Канкому по экспорте товаров, по величине розничного товара обороту и росте реальной зарплаты. Тут некоторым державным предприемцам есть, чему получится у приватного сектора. Если говорить об объемах производства, они у них выросли на 8,2%, в отличие, скажем, от других предприятий. Там и уровень заработной платы уже на многих предприятиях в эквиваленте составляет 500 долларов. Тереть остановочих моментов, которые свечут об стабилизации ситуации в реальном секторе экономики региона, снижение складских запасов. В минулом году этот показчик сказал около 30%, что удвоя меньше норматива. В 2015 для поравнания на складах часто находились месячные объемы готовой продукции. Улику причин приобщения ситуации в первую очередь называются снижение вытворческих выдатков и, как следствие, повышение конкурентно-сдольности. Все ли эта ответственная работа повинна быть протягнута? Это одна из главных задач для предприемства региона. Рынки перенасыщены, и поэтому чем дешевле будет производиться продукция, тем больше шансов ее реализовать как внутри республики, так и за пределами страны. Задачи те же – снижать затраты, увеличивать объемы производства конкурентоспособной продукции. Пытания наращивания экспорта сегодня актуальны и для агропромыслового комплекса. Значная частка проблемой сельскохозяйственной продукции накируется за межи Беларуси, что напрямую уплывая на наполнение с бюджетом. В связи с санкциями, у относенных до шерва перепространствующих предприемств, в последний час тут так само возникли пыльные проблемы. На их кончатковое выращение отводится максимум один месяц. Задача нам по экспорту 106%, она выполняется только в том случае, если будут раскрыты предприятия на Россию. Это Белсыр, это Рожжевский МКК и Калинка. Они сегодня прокрыты Российской Федерацией на экспорт. Но мы занимаемся, я думаю, что в течение января, конца февраля вопрос будет тоже решен. Продукции есть у нас, мы сейчас принимаем меры, чтобы по сырьевым зонам молоко перебрасывать на другие предприятия, которые проводят экспорт. Алексей Нчуров, Валерий Копанько, Телерадо, компания Гомин.